добрый день дорогие друзья для вас этот обзор будет я никак другие обзорщики хочу обзора лютом автомобиле снять вы думаете это ланкрузер prada нет ошибается топ автомобиль автомобиля к и сегодня обзор будет об автомобиле а к вот он перед вами автомобиль а к российского производства первое второе переднеприводный автомобиль значит там двигатели в свое время восьмерочные распилили пополам двухцилиндровый двигатель 13 13 нет это 13 сайт вот читаем 135 на 80 r12 12 резина стоит на данном автомобиле это штатная комплектация автомобиль и посажена на 33 шпильки короче как тоже своеобразно обычно 4 либо 5 а тут три шпильки да и вот из минусов видите это крышка бензобака не крышка вот горловина но может быть ключом чтобы бензин не воровали то есть как вот минус эти ручки своеобразные такие вот какие тоже нестандартные но так целом автомобиль неплохой скажу переднеприводный то есть автомобиль теплые даже зимой я ездил на таком автомобиле в качестве пассажира но место в нем спереди очень много то есть довольно таки много если сиденье еще назад откинуть то есть из недостатков тут на данном автомобиле во первых моторесурс двигателя у него конечно оставляет желать лучшего во вторых он небезопасно там есть такое у него название капсула смерти действительно при том ударе в который можно получить то есть шансов остаться живым остаться живым не это самое не камильфо приветствую вас как же вы здорово давно вас не виделись здравствуйте вот то есть сложно в этом плане ну и вот как вот мерседеса тут одна щетка прям чем-то мерседес напоминает конечно в таком мини варианте ну что он килограмм 300 он повезет то есть если вот сзади выбрасываем заднее сиденье то есть там полная площадка то есть туда свободно влазит маленький холодильник либо стиральная машина однозначно то есть в этом плане то есть не надо заказать не газель не шиньоны там можно самому возить копеечная панель стоит тут может быть видно вам как в копейке руль двухспитцевый такой руль но удобный в принципе я как-то так скажу вам что удобный в этом плане по трассе ведет себя автомобиль то есть если фура большая проезжает его немножко стаскивает то есть там аккуратнее надо потому что он легкий данный автомобиль расход топлива литров 6 наверное будет у него я думаю так не более то есть экономичный да и по части парковки в любом месте припарковать надо габариты небольшие автомобиля в любом месте поставить можно вот даже щетка дворника то есть они рабочие как правило работают то есть в этом плане даже вот такая функция есть вот что еще об этом автомобиле сказать ремонтопригодный принципе тут все восьмерочная стоит по двигателю механика автоматов тут не было и нет и отродясь не будет наверно теперь уже точно не будет потому что данный автомобиль